Мы с тобой обсуждали несколько дней назад эту среднюю скользящую. Мы говорили, что она должна остаться поддержкой, если мы не хотим дальнейшего падения. Одной свечой пробило ее, а второй ушла ниже. Нужно будет вернуться обратно, чтобы протестировать ее теперь на предмет сопротивления. И биткоину сейчас очень важно вернуться выше этой скользящей, иначе восходящий тренд, который длился 45 дней, сломается. Это не означает, что потенциал роста закончился, но это всего лишь первый признак того, что коррекция неизбежна прежде, чем продолжить рост. Если же биткоин уйдет ниже 40 тысяч долларов, то цена может уйти даже до 35-38 тысяч долларов, где находится, например, CME Gap, а также куча ликвидности, которую мы видим вот здесь, где находится 400 миллионов долларов, которые очень хотел бы забрать Market Maker. Еще интересно, биткоин опустился ниже ключевой зоны предложения в диапазоне от 41 тысяч 200 долларов до 42 тысяч 400 долларов. В этом районе накопилось 1,87 миллиона адресов на сумму около 730 тысяч биткоинов. Этот спад может побудить эти кошельки продать, чтобы сократить убытки. И если давление продавцов увеличится, можно ожидать возможного снижения до следующей зоны спроса, которая как раз-таки находится на тех самых 37 тысячах долларах. Здесь скопилось 1,28 миллиона адресов на сумму около 533 тысяч биткоинов. Все это, конечно, очень интересно, но гораздо интереснее узнать, кто продает. А это делают институционалы. Институциональные инвесторы продают прямо сейчас. И начнем с этого еженедельного отчета CoinShares. Фонды, которые инвестируют в цифровые активы, продемонстрировали незначительный отток средств из цифровых активов за прошлую неделю. Это 16 миллионов долларов. Как ты видишь на этом графике. Таким образом, серия из 11 недель притока денег в цифровые активы завершена. Начинается отток денег. Однако торговая активность осталась значительно выше среднегодовой. За неделю она составила 3,6 миллиарда долларов. Хотя средний показатель за год был 1,6 миллиарда. Давай посмотрим по активам. Больше всего пострадал биткоин. Отток денег из главной криптовалюты составил почти 33 миллиона долларов. Из эфириума 4,3 миллиона долларов. Лайткоин и Аваланч также пострадали. Как ни странно, инвестиции текли в XRP, Cardano и в Solano. В Solano аж 10,6 миллиона долларов. Далее еще интереснее. Посмотри. На пике открытый интерес на CME биткоин фьючерсах составлял 5,4 миллиарда долларов. После чего мы видели просадку приблизительно до 4,4 миллиарда долларов. После небольшого отскока мы снова наблюдаем падение до 4,6 миллиарда долларов. И я не удивлюсь, когда выйдут новые данные, мы увидим цифры еще меньше. Сейчас мы находимся на уровне 4,6 миллиарда долларов. И когда будут опубликованы новые данные, я думаю, что мы увидим числа около 4,25 миллиарда или даже 4 миллиардов долларов. Итак, институционалы, которые покупали биткоин ранее, сейчас продают его. Прямо вот здесь. Почему это не так уж и плохо? Потому что те же люди, которые продают сейчас, были теми же, которые подогревали ралли биткоина раньше. Когда мы росли с 25, 30 тысяч долларов до 45 тысяч, институционалы покупали CME фьючерсы. Мы писали об этом везде. В Телеграме, на Ютубе. Они накачивали цену биткоина. То, что они делают сейчас, это просто-напросто фиксирует прибыли. Но почему они фиксируют прибыль именно сейчас? Кто-то строит конспирологические теории, что это связано с тем, что в январе биткоин ETF не будет одобрен и рынок ожидает большое падение. Что ж, вполне себе резонно, но я думаю, что это связано с приближением сезона отпусков. Потому что многие из этих учреждений, регулируемых финансовых организаций и так далее, просто-напросто уходят в отпуск. Уходят на отдых. Да, мы работаем 24 на 7. Криптовалютный рынок работает 24 на 7. А я слежу за графиками и новостями вообще круглосуточно. Но знаешь, эти традиционные игроки, они уезжают в отпуск. Они любят отдохнуть. Даже правительство может отдыхать. Проводить время со своими семьями, заниматься другими делами. Уходить на каникулы. Поэтому они не хотят думать об этой драме в праздничный сезон. Они просто фиксируют прибыли, потому что затем готовятся откупить дешевле, чем продавали. Получив свои сочные рождественские новогодние прибыли. Они собираются откупить дешевле, чем продавали. Если они продают сейчас, то по этой логике им нужно опустить цену ниже точек продажи, чтобы снова зайти в рынок. Задумайся об этом. С точки зрения долгосрочной цены биткоина это хорошо. Потому что намного лучше встретить утверждение спотового биткоин ETF на более дешевом биткоине, чем на более дорогом. Так что для нас это ничего не меняет. Но я считаю, что именно по этой причине мы увидим некоторые откаты и коррекции цены на пути к новому историческому пику. И на самом деле эта 10% коррекция, которую мы сейчас видим, это ничто по сравнению с падениями на 25, 30, 35 и даже 45%, которые были на прошлых буллранах и которые мы наверняка увидим в будущем. Но любое такое значительное падение, особенно на большом таймфрейме, для меня является точкой желанной покупки. Да, я говорил, что не буду покупать биткоин, но только до тех пор, пока не увижу значительную коррекцию. Как минимум в 25%. Я постараюсь снова купить биткоин в диапазоне от 37 до 39 тысяч долларов. Действуй согласно плану. Не позволяй ни страху, ни жадности взять верх. И говоря про страхи жадности, я не забуду упомянуть про индекс страха и жадности на криптовалютном рынке. Когда мы впервые достигли 75 пунктов на этом индексе, то есть точки уже крайней жадности, я выпустил видео и сказал, что здесь нужно быть осторожным. Так как исторически, если рынок находится выше 75 пунктов на этом индексе на протяжении как минимум двух недель, а мы находимся уже больше месяца, и при этом цена не особо двигается и даже немножко падает, коррекции не миновать. Так и случилось, поэтому обязательно следи за этим. Никто еще не объеднял, фиксируя прибыль на фоне высокой жадности и нулевого страха. Далее, очень важно, когда вокруг мемкоинов начинается ажиотаж, самое время зафиксировать прибыли. На самом деле, локальные топы легко определять. Смотри, есть один индикатор, который работает практически безотказно. Я не любитель мемкоинов, 99% из них обязательно обвалятся, но если ты успел заработать на них, не забудь зафиксировать прибыли. Правда о мемных криптовалютах заключается в том, что к тому времени, когда ты о них узнаешь, уже, вероятно, слишком поздно делать на них деньги. Когда все говорят о какой-то мемной криптовалюте, весь твиттер, ютуб, телеграм, уже поздно. В этом посте также подчеркивается, что немногие люди, которые действительно зарабатывают на мемных монетах миллионы долларов, это ее создатели или основатели, а также избранные счастливчики, которым повезло вложить в нее тысячу долларов прежде, чем она выросла в 10 тысяч или даже 100 тысяч раз. Остальные же люди, большинство, 95% станут просто выходной ликвидностью для них. Вот и все. Этот пост был сделан 8 месяцев назад. Что было 8 месяцев назад? Апрель. И именно в апреле поисковые запросы монеты PP достигли своего пика. Если мы посмотрим на график биткоина, я уже посмотрел, то это было вот здесь. Рынок действительно достиг своего локального пика, после чего упал с 31 тысячи долларов до 24 тысяч 800 долларов, то есть на 20%. Если биткоин сейчас упадет на 20% от этого локального пика, то мы придем к цене около 35 тысяч 727 долларов. Хорошо, давай теперь посмотрим на поисковые запросы по монете Shiba Inu. И мы видим, что поисковые запросы по этой мемной криптовалюте достигли максимума примерно в ноябре 2021 года. На графике биткоина это приблизительно вот здесь. Давай посмотрим на Dogecoin. Когда-то Милан Маск выступал на CNN и рассказывал о том, что Dogecoin to the moon. Не помню точно, в апреле или в мае 2021-го. Вот как раз здесь два пика поисковых запроса Dogecoin. На графике биткоина это было вот здесь. Очередной пик цены биткоина. Какой мем-коин сейчас на хайпе и на слуху? Ну конечно же, это Бонк. Тот самый мерзавец, из-за которого цены на Solanafone выросли в 10 раз и продолжают расти. Все потому, что вместе с покупкой Solanafone ты получаешь какое-то количество этих токенов. Посмотри на Бонк. На большом таймфрейме в 5 лет интерес к этому токену начинает сильно расти. Но еще не достиг сотни. На фоне предыдущих мем-коинов даже кажется, что у Бонка все еще есть место для роста. По крайней мере в поисковых запросах Google Трендов. Я не про цену сейчас говорю. Но как будто бы этой монете не хватает еще одной большой прокачки. Но мы на пути к новому историческому пику по популярности поисковых запросов для этого токена. И по аналогии с прошлыми мем-коинами, когда мы достигнем нового пика поисковых запросов по Бонку, возможно, наступит локальный пик Биткоина. И, наконец, запросы мем-коинов в Google Трендах. Каждый всплеск до сотни на этом графике обозначает локальный топ на криптовалютном рынке. Май 2021, ноябрь 2021, апрель-май 2023. И мы видим, что происходит сейчас. Интерес к мем-коинам в Google Трендах начинает взрываться. И ты меня знаешь, я чрезвычайно оптимистично отношусь к будущему криптовалюты, биткоина, всей этой технологии. Я верю, что она преуспеет хотя бы потому, что люди нуждаются в ней. Люди нуждаются в чем-то, что может позволить им не то, чтобы вернуть контроль над деньгами, забрав его у банков. Нет. Это может дать людям возможность выразить свой протест против всего произвола центральных банков, современной финансовой системы, которая давно устарела, фиатные валюты, направленные на то, чтобы ты всегда был нищим, которая заставляет нас вечно бегать в хомячем колесе. Но я не могу просто выходить в эфир и врать людям, что мы будем расти и расти бесконечно. Ведь это неправда. Так не бывает. Разве что на очень большом временном отрезке. Например, если бы ты купил S&P 500 30 лет назад, тебе вообще все равно было бы на все эти локальные пики, локальные просадки и мега падения. То же самое с биткоином. Если бы ты купил его лет 5 назад, например, вот здесь за 3000 долларов, какая тебе разница, упадет он до этих 20 тысяч долларов сейчас или нет? И чем больше времени проходит, тем меньше ты об этом беспокоишься. В этом, кстати, и заключается сила долгосрочного инвестирования. Отталкиваясь от того, что мы только что проанализировали, кажется, что на некоторое время рост остыл. Биткоин потенциально должен немного успокоиться, прежде чем продолжать расти дальше. А теперь поговорим про долгосрочное будущее биткоина. Посмотри на этот индикатор. Это двухмесячный график биткоина. Он называется Vortex Indicator. И он используется для определения силы тренда и разворота тренда. И мы видим, что в прошлом он зажигал сигнал лишь дважды в истории. Вот здесь, например, после этого сигнала произошла коррекция, а затем параболический рост биткоина. И вот здесь этот сигнал также сопровождался коррекцией, а затем параболическим ростом биткоина. Нужно уточнить, что каждая свеча здесь это два месяца. Поэтому мы не видим сильных больших коррекций. Но на более коротких таймфреймах, разумеется, даже параболическое движение вверх не было непрекращающимся ростом. И коррекции на пути к вершине цикла обязательно случались. В третий раз сигнал зажегся вот здесь, прямо сейчас. Эти сигналы не зажигались точно на дне медвежьих рынков, а лишь спустя несколько месяцев после их достижения. Это означает только одно. Они пытаются вытрясти нас из биткоина, забрать наши монеты, забрать абсолютно все, что мы готовы им отдать. И судя по этому графику, многие это понимают. Ведь как мы видим, количество адресов с балансом более одного биткоина установило новый рекордный максимум на этой просадке. Это 1 миллион 22 тысячи адресов. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok